Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники актёры. Также мы не пытаемся никого оскорбить. Сходство с реальностью это совпадение, а все персонажи вымышлены. Кстати, моё небольшое такое обращение к вам. Если у вас есть возможность где-нибудь пропиарить мой канал, либо распространять мои ролики, то не отказывайте себе ни в чём. Также было бы неплохо поделиться этим роликом, да и не только этим, а где-нибудь в Facebook или в других соцсетях. Я буду только рад. О, мне, кстати, татарское имя, Ринат, если что. А вы что делаете в России? Ну, скажем так, я здесь живу довольно давно. Я здесь закончил Московский авиационный институт. А, так вы, наверное, ещё с молодости, да? Ну, скажем, смотри, я тут с 78-го года. Ну, было точно с молодости. Вот я в 78-м году поступил в Московский авиационный институт. Факультет эффективности авиационных боевых комплексов. Боевых. А у меня дипломная работа, крылатая ракета типа БЖМ-34. А, нет, дальше я закончил институт, мои, довольно успешно. У меня там, ну, один из лучших дипломов на курсе. Получил направление в аспирантуру, но так как у меня прописки не было московской. Так тогда же было СССР, это необязательно? Это было очень обязательно. Серьёзно? Да это более чем серьёзно. Гениально, а говоришь, что все равны в СССР? Нет, это все равны, а москвичи с пропиской равнее всех других. Это почти как дринкарта сейчас в Америке. Почти, да? Потому что московская прописка, это ты получаешь возможность там жить в Москве, там, квартиру. Раньше же не было такого купить квартиру, да? Можно было получить квартиру. Да, но некоторые ждали по 15 лет. Там можно и машину ждать Жигули, там, по 10 лет. Это как, говорит, задаток внёс за машину, за Жигули тогда, да? Ну, вот придёте получать через 10 лет. Вот, он спрашивает, скажите, а когда, до обеда или после обеда? Вы чего? Как аренцер? Это все дело в том, что я записался, у меня сантехник должен прийти. Тоже через 10 лет. Знаете ли, у меня тут есть ещё один канал, называется «Как заработать в интернете». Было бы неплохо, если бы вы на него подписались, тем самым поддержав его. Информация вся будет подробная в описании. На нём я рассказываю про всевозможные способы заработка, про сайты, на которых можно заработать, про раскрутку в соцсетях и так далее. Слушай, давай на «ты», меня Паша зовут. А, я Ренат, да. Ренат, да. Ну, раз ты смотрел мой ролик. Давай вот, как бы, ну, ты смотрел мои там, я с Андреем Полтавой беседовал? Нет. Это же, наверное, недавно было ролик. Ну, я тебя сброшу. Ты на компе, да? Что? Ты на компьютере или на телефон? Нет, я на компьютере. О, молодец. Хорошо. Значит, смотри, вот по Крыму очень коротко. Меня когда спрашивают, когда Российская Федерация сможет вернуть Крым Украине, я отвечаю, никогда не сможет, потому что невозможно вернуть то, что тебе не принадлежит. Значит, резолюция 262 Организации Дневных Наций, там написано «Крым-территория Украины», точка. Значит, либо ты не признаешь резолюцию ООН, либо тогда выходи из ООН, иначе шизофрениет. Тут ты в ООН, в Совете Безопасности, да, Крым, и не признаешь. Ну, давай тогда выходи из ООН и совбезы, тогда легче тебя будет в Гаагу притащить по бою, по сбитке, да? Ну, Россия, невозможно, чтобы она вышла из ООН, вы знаете. Конечно, невозможно, почти невозможно. Нет, чтобы Россия вышла из ООН, нужно развалить ООН. Все. Да, ну хорошо. Так тогда надо признавать резолюцию, которую 100 стран подписали. Ну, это да, тоже. Такого не бывает. Вот можно брать в Гугле резолюция, значит, 262 Организации Дневных Наций о Крыме, в Википедии. Ну, в общем, когда будет деоккупация Крыма, как вы думаете? Отвечаю. Она будет, во-первых, после того, как Украина станет членом НАТО, сразу говорю, что я приезжал к себе в Киев, вот смотри, я тебе говорил, я киевлян, я народился в Виннице, в моем родном месте, в Виннице, и утре месяца я приехал до Киева, и все же тебя жил в Киеве. А ты украинского же Вильна, да? Да, я могу разговаривать. Как бы я из Молдовы, и он все легче лимба румынищей. Я понял, понял. Нет, нет, давай по-русски, потому что... Давай. Нет, я могу. Нет, я тоже могу разговаривать, как бы я с батьками разговариваю на украинской мове. Ну, да. Но чуть-чуть не так. У меня там есть, в общем, карпатский акцент, смешанный с румынской мовой, и еще есть российские слова, вот так получается. Ну, да. Ну, то не суржик. То суржик, то друге. Хоть и карайся, суржик, не суржик. Закон Архимеда проектов чумкалось, да? Не. На тело зануреного ряду, где выштопкают часы, яка древняя вози ряду, яка вытесла на тело. Ну, да, да. Не, ну ладно. Смотри, момент серьезный достаточно. Смотри, самый серьезный момент, это Украине в ближайшее время вступить в нас. Это ключевая точка, знаешь, как точка бифуркации. Если так, то идет одним путем, а если не так, то идет другим путем. Значит, многие говорят, ну, значит, насчет Крыма, давай, вот, насчет Крыма простая такая вещь. Значит, можно юридически называть, так как юридически это признало всем миром, что Крым это территория Украины, временно, значит, действительно, это аннексия, это действительно временно сейчас под управлением Российской Федерации. Ну, называем кошку-кошкой, мышку-мышку. Вот, ну, а весь мир признавал страны Балтии тоже временно оккупированным Советским Союзом. Советский Союз что делал? Он смеялся, говорит, ха-ха-ха, никогда в жизни Балтика, она будет нашей Прибалтикой. Мы будем ездить в Юрмалу, и там, может, отдыхать. Вот, она уже вернулась. Вернулась. Теперь смотри, Польша 30 лет назад ездила в Украину за утюгами, за фенами, да? И за все, кто там. Это же после распада СССР, да? Не-не, ну, лет 30 назад, я помню, это было где-то, ну, в 80-е, там, 80-е, А, да, это до-до-до еще. Ну, до-до, до распада, это точно. Ну, даже и после сразу тоже было вот такое, как бы, знаешь, не, ну, оно, понимаешь, уже после распада, тут уже, ну, и в Украине в Россию было уже не очень. Ну, как бы, безработица. Но, производилось довольно много всего. Вот. Если Польша смогла за короткое историческое время стать той Польшей, которая у нас сейчас есть, но ты был в Польше вот? Ну, ни разу. Я был, я только был в Украине пять раз, все. Это максимум, откуда я выезжал. А ты не был? Нет, я только в Украине, в Одессе пять раз был. Я понял. Ну, а, нет, Киевом красавец. Это вообще. Советую тебе хоть. Ты же можешь спокойно. Конечно. Тем более, что, да, я могу. Посмотри на интеллекасте, хорошую погоду, дня на три в Киеве. Ну, в общем, скоро я буду в Румунии еще. А, я еще был в Приднестрое. Да. Слушай, вот ты Румынии знаешь очень хорошо. Ну, хорошо, давай, вот смотри. Польша, если она смогла за это время... Ой, поляк, кстати, очень сильно на Румын похожи. Ну, именно, именно менталитетом. Менталитет, согласен, согласен. И, кстати, раньше всегда считали, ну, поляки это такие вот хитрожопые, там, типа, если можно с халяви, с халяви, если можно где стырить, стырить, ну, такое было, так, да? Но в реальности получается как? Что это, говорится, пример очень многих, да? 22 года давать рост 4-7% роста в ВВП на душу, да? Пожалуйста, сегодня зарплаты какие-то, знаешь, да, в Польше? Да, очень много, кто с Молдовы, вот у меня брат поехал в Польшу работать. Какие дороги сейчас? Вот, ну, я был в Кракове, в Познаме. Я был поражен в позитивном смысле, да? Я 4,5 года жил в Виталии, работал, да? Как бы, я, мне есть чем страх. У меня, он, девушка, в Берлине, я туда езжу, там, каждую, там, полтора месяца. И я после Германии, заезжая в Польшу, я был, ни хера себе, дороги просто прекрасные, идеальные, понимаешь? Брусчатка, это вообще шкарно. Не, не, я тебе говорю, я серьезно был поражен. Не, ну, брусчатка, там же есть брусчатка. Ну, там есть кое-где есть брусчатка. Хорошо, но она ровненькая, она после капитального этого, она такая. Ну, это не то, что брусчатка в Петере. А ты чего? Это самая ценность, я тебе говорю. А вообще качество зданий, ну, понимаешь, как люди работают там сейчас, понимаешь, как делают себе стартапы там. У меня там знакомые, у них там IT-сектор, стартапы, я говорю, а что вы в Америку не валите? Какой валить? Мы там 2-3 штуки евро имеем, во-первых, так, спокойно. Тем более, сейчас делаем еще свое, что-то там, и так далее. То есть, ребята все увлеченные, глаза горят, настроение лично. То есть, перспективный молодежь. Это не то, что в Молдове есть некоторые, и в Украине тоже есть, которые ничем не интересуются, только бухать и так далее. В Украине есть такие, поэтому... Это как Моисей, 40 лет надо водить, чтобы это поменять вообще самих людей. Сапком пропитано очень много. О, это даже и молодежь есть такая пропитана. И есть такое, знаешь, типа... Ну, короче говоря, поляки, это вот пример для многих, как за короткое историческое время можно стать другой страной вообще, для граждан, по своему даже статусу, по всему, да, просто по показателям, роста ВВЦ, ВВП, там, значит, масса-масса всего. Значит, ты понимаешь, как там трамвай делать, Польша, ни хера себе, Германия закупает, там, по-моему, там Нидерланды закупают, польские трамваи, а это Европа, там, понимаешь, там никто никогда в жизни не будет покупать говно, даже скажешь, ну, давай, дешево, но говно, или говно, но дешево, не пройдет. Вот это, кстати, россияне удивляться, потому что они обычно любят говорить, что Европа вам скажет, что вы будете делать. Хелки-палки. Вот пусть Европа скажет, что надо делать, а мы сумеем сделать. Вот это самое интересное, я помню ролик, может, вы видели, русский оккупант называется, ну, пропагандонский, да... Не, подожди-ка, ты имеешь в виду, вот я, наверное, не тот ролик, который смотрел, русский оккупант, это кто? Кто-то, там какая-то вата, москалик от САПа были? Я русский оккупант, найдите ролик, там он небольшой будет. Я русский оккупант. Прямо сейчас можете пострелять, две минуты, по-моему. Она делает так, что все светлые умы из России постоянно уезжают. Ну, естественно, да, это все, так она к тому и идет, вот, но опять же, надо, чтобы люди, вот немножко, какая-то давленность была, да, вот, чтобы почитали, там, красное колесо, хотя бы Солженицын, того же Виктора Суворова, да. Кстати, Солженицын, насколько я знаю, призывал разбомбить СССР атомными бомбами, У него было, моча в голову даже ему пила, хотя умнейший человек, но я это знаю. А, и у него есть памятники в России? Да, да, ну, я тебе скажу, еще есть памятники генералу Краснову? Ну, ну, Солженицын, это умнейшая, говорится, голова. Ну, да, архипелад ГУЛАГ, я знаю. Да, ГУЛАГин, он математик, он получал там вообще, он получал госпремии, ГУЛАГИНСКИЙ ПРЕМИЯ за математические разработки артиллерийской стрельбы, да, это просто так с полпинка будет. Вот, и он говорил, в своем анализе, как аналитик, он говорил, что это была историческая ошибка Российской империи, что она вообще включала в состав Российской империи Кавказ. Кроме 100-летних войн, ничего Российская империя не получила от Кавказа. И, по большому счету, как император, вот если взять императора, да, вот что он получает от Чечни, вот как император, кроме проблем, да, кроме там... Даже сейчас. Даже сейчас, да. Сначала разбомбить 300 тысяч угрох от чеченцев, а у них кровное место, я не знаю, как они это садут. Я думаю, Украина не забудет вот того... На самом деле, есть многие, которые уже не помнят. Я вот общаюсь, есть, которые за Путина кричат, а они искренне причем кричат. Может, может. Хотя, другие чеченцы говорят, типа, те, кто за Путина, это чеченоязычные, не чеченцы? Что это такое? Есть люди, это медицинские случаи, когда люди прошли лагеря, выйдя живыми из лагерей, они спустя хоть и вдруг сами начинают считать, что вообще в целом правильно делал Сталин, но где-то вот ошибался. А так вообще... Ну, это да, общаясь с теми, у кого дедов раскулачивали, прадедов, и они говорят, что Сталин красавчик, это вообще... Да. Как это знаешь, сейчас в Думе, в Государственной Думе появился Сталин неожиданно. Гробовая тишина просто все перехватила дыхание. Он вышел, говорит, у меня два пункта сегодня. Первый пункт, половина Государственной Думы расстреляют. Половина Государственной Думы расстреляют. Сталин прям появился. Сталин говорит, половина Государственной Думы расстреляют. В смысле, ну не живой же Сталин, просто его копия? Нет, прям живой. Ну это анекдот. А, анекдот, я думал, что прям в реальности. А, нет, ну ты что? Значит, половина Государственной Думы расстрелять пробовать и что на пункт 2 марзолей перекрасить зеленый цвет вопросы буду пробовать тишина через пять минут и осенью стрелять а почему зеленый цвет так и думал что по первому пункту вопросов не был не на зеленый цвет этаж задал себе вопросом почему зеленый цвет ну почему зеленый почему полу расстрелять полгода ну да то есть я смотрю так чтобы сократить так вы быстрее ролик я его включил я его сейчас не смотрел я очень серьезно или того чтобы я сейчас да прямо сейчас там вы должны кое-что прокомментировать подлинность данного ролика точнее смысл согласитесь точки зрения пропаганды это очень сильно так значит это принципе тщательно отработан информационный продукт очень сильно ну скажем так достаточно сильно для людей уже как бы подготовлено если допустим люди которые склонны гипнозу например я все время сам лично был кашпировского на представление серьезно интересно случайно я там было выступление какой-то там этих тяжелого тяжелого лета во втором отделении бах по шпировке и в принципе тут у нас такая вещь люди которые склонны к вхождению в такое состояние повышенного воображения это принципе положительное качество но в то же время дает не ну тот ну в общем да но те которые уже знаешь что такой пропаганда что нет это на них не влияет они могут оценить только как я вот с точки зрения пропаганды как это но если на украинский лад такое сделать то это буду очень сильно да но я знаешь во первых как бы тебе сказать деревья значит ветер дует потому что деревья качаются ну как же мы же видим что там ветер вот они деревья но только вот не надо вот это понимаешь есть вещи которые передергиваются самого начала вот давайте в этом же ключе кстати говоря нет вообще то что мы говорим достаточно важно почему во первых мое мнение что вот уровень блогеров должен возвративайся я знаю и только потому что это как бы хотелось бы чтобы он возрастал а потому что его воздействие не будет сейчас достаточным с учетом противодействия и фамилия у него на d причем самое интересное в том что описание он сам написал владимир а . d там для реквизита это такое дело там тот же владимир ленин он вообще от сифиросова сталин умер своей мочей насколько знаю ну это уже как бы конечная фаза да 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 короче говоря это это даже не суть ты знаешь даже принадлежность вот это там был гитлер евреем это кстати тоже в ранее насколько я знаю никто не может подтвердить то что он был или не делал в том дело даже не в том калмыки или не калмык вот это скрывать свою национальность это вообще тупо а то что скрывает это немножко и говорит о его вот меня зовут ренат это как бы многие думают что это таро однако это не так у меня все украинцы просто тетя вышла замуж за татарина и в честь их новосына назвали меня это не говоря о том что татара как нация это очень уважаемая да кстати если бы у меня была бы хоть одна жилка татарская бы сразу сказал конечно конечно у меня друг татарин вообще а я кстати тоже недавно общался стата а вы же не вы может видели ролик где татарин доказывал что он славянин русский такое может не помню я смотрел я твоих роликов смотрел где в том что 5-7 примерно там где с девушкой вы видели наверное он самый популярный причем не на моем канале кстати вот я даже недавно strike 1 получил правда его уже отжал обжаловал быстро через пару часов написал поддержку сняли так жириновский россия должна а это я они так много раз перебывались это да я тебе скажу это пример ролик когда жириновский я думаю всем украинцам надо посмотреть этот ролик кацапское слово россия заменить на украина чтобы увидеть вот эту мотивацию необходимость вступления в на то есть он жириновский это мастер черный риторик его переспорить невозможно вот здесь на начат рулетки появился жириновский я думаю почти всем можно было тушить свет сливать воду нужно с ним очень сложно да это кстати я знаю он и он как оратор тоже хороший он как оратор он забьет особенно вот точек блогера им надо у тебя есть книжка мастерство черной риторики когда ну или искусство или ораторский искусство реально понимаешь когда но не так как андрей полтава сразу там на вентилятор говно и типа там замочить но это тоже работает согласитесь но это тоже работает и это интересно что может до тебя расстрелять надо там вот таких какую-то там помнишь как он был с этим с хазанова ну как хазанов но это ж вы подожгли этот самый вот манеж вы подожгли для того чтобы перестроить получить свои миллиарды и там свое построить владимир 8 как вы такое говорите почему я поджег манеж ну что такое говорить я занимаюсь как бы вот ну своим театрами свой черной риторики да да он это вы автор поджог ты поджег казанов вот вас расстреливать надо почему вот такое говорите это вот так вот свое время рейхстаг один поджог значит провокатор поджог рейхстаг началась война а вы по фейсономике вы посмотрите на себя в зеркало вы похожи на него один к одному на того кто поджог рейхстаг причем самое интересное в том что он он спорил с довольно умным человеком и с ватником то просто ватники переключит тяжело конечно потом я тебе скажу такую вещь наш важно посмотри многие опять же те кто смотрят блоге но они пересели по словам там есть те кто за заранее занимает другую позицию противоборства во-первых все пытается переврать перенастрой и поэтому когда есть факты значит есть такой ветру ветрович нет украина вот имеет смысла ты его послушай ветрович он директор института национальной памяти украины он в принципе назовем его как он националист но очень грамотный он очень эрудирован и понимаешь он использует фактуру документов он по любому вопросу попробуй с ним поговорили на тему там волынской резины на тему там того же степана бандера по которому стебаются знаешь там как это там заходят а бандера во всем бандеровцы там это самое ну как же мы все уважаем этот блогер на украинский нет мы уважаем остапа бандера а вы что-то против остапа бандера так это я говорил а прикиньте их удивление когда они узнают что есть пять или шесть памятников на территории россии остапа бандера остапа бандера да как как есть вы видели эту девушку и аж трясло после да действительно есть остапа бандер как же так понимать а ты кстати ты знаешь как путин призывал это самое ну путин говорил что америка это величайшая страна мир до держава самой первой и он довольно тяжело это говорил признавал так ты знаешь когда сергей эзерланда знаешь да серега эзерланда не видел его что ну блогеров украинских очень много я не могу всех сотребить на стараться из эзерланда один такой примерно как андрей луганский там андрей ну я посмотрю но я знаю вот этот дед дед дидо лэй знаете у него кстати у него на стриме очень много человек постоянно это прямо у него молодь по моему на стриме больше человек чем подписчиков слушай я тебе говорю я его дидо лэс я тебе вышлю ролики есть очень страшный слушай он профессиональный летчик у него железная нервная система железно под этого типа у меня склерозы ты посмотри на все реагирует он однажды снял очки и вот так вот приснял очки я вижу как он быстро туда-туда-туда-туда-туда-туда как по приборам самолета а при этом ой шось я вон но так разумею вот это уже уже склероза сам уже в 10 раз быстрее все сообразил понять и без игры украине вот смотри украине главное идти по направлению хотя бы повторить траекторию польши также под под протекторатом запада вот скажем скажем даже не только помощь запада даже немножко под управлением потому что смотри польша пошла по вот такой траектории просто руками вступила в нато после этого пошли 100 миллиардов инвестиций а до этого не было понятно на то как бы делать более безопасным страну и так далее более того на гарантии возврата средств да если ты сейчас скажешь что допустим хорошо у меня многие говорят мы слушаем украины не дадут 100 миллиардов туда в польше давали после вступления понимаешь как если сейчас украине дать триллион долларов скажу украина давайте вам триллион долларов 10 лет развивать куда денутся через две недели мы все прекрасно я вижу ключевые моменты это украина раза вступить на то я поспорил уже с директором школе 90 до 2028 года украина будет на это раз это очень важно потому что после этого это во-первых по-настоящему это должно быть потому что это но перкиси украина будет в нато то приднестровье ну там будет очень интересная тема и я в курсе что там чуть ли не 85 процентов из приднестровья товары то что они там делают они там немножко что-то делают да правда хорошо что есть экономическая блокада иначе это про это проще говоря это все равно все равно это матюком все сделано и приднестровье абхазия не крым и донбасс значит она постепенно в истории но скажем так постепенно вообще все поменяется говорится будем надеяться в лучшую сторону если астероид не голубанек по земле все будет хорошо теперь второе ориентируемся на короткие исторические периоды и смотрим просто на прецеденты если польша финляндия смогла за короткое историческое время так преобразовать страну что мне живет вот так народ такие дома такие города такие значит дороги финляндия это кстати финно-угры до финно-угры финны это спокойные немножечко расслабленные вот это понимаешь 56 миллионов человек всего отделились от российской империи до этого они были жалким пригородом петербурга зачуханным вот и вот эти 6 миллионов без нефти и газа северная территория понимаешь как такие дороги финляндии америка вся америка южнее крыма вся милика южнее крыма там снег редко бывают только там в чикаго в нью-йорке бостон вот а так там вообще перехода через ноль температуры нет поэтому дорогу сделал она не трескается а как у финнов такие дороги можно 6 миллионов человек потеряв карелию потеряли свою территорию карелию это натуральная финляндия за короткое достаточно время 40 лет до сделали вот такую финляндию германия и япония проиграли войну получили национальное унижение по восточным канонам япония получила нестерпимое национальное это да кстати не до сих пор своего флага насколько я знаю стесняются немножко стесняются насчет но при этом понимаешь смотри они получим две атомные бомбы от американцев вынуждены были лечь пластом под америкосов или то япония в унизительной форме императора заставили подписать капитуляцию в унизительный по восточным канонам это в тысячу раз больше чем вот ну для нас для европейской вот этой части ну да они спрятаны феодалу это вообще вот характерист сколько сделать и все это унижение национально значит при этом элита японии элита интеллектуально не говорили что пройдет лет 15 и мы забудем как есть палочками рис мы забудем где фудзияма и будем жрать гамбургеры из этих дрёбаных макдональдс прошло 20 лет япония остров сахалин размер достала лидером в мире автомобилестроения в электронике финансовый центр мира и палочками там до сих пор кушает и палочками теперь кушает весь мир для сторона которая уже как моду и я извиняюсь так что это в японии там поезда 500 километров час лет а теперь уже в китае я лично в китае был я сам лично и был на поезде там большую роль играет менталитет вы понимаете шанхай это китай мы как-то с японии перепрыгнули в китай я просто говорю что как бы вот что ну хорошо ладно не будет это действительно перепрыгнула но тем не менее китай тоже пример для подражания но еще более сложный для для воспроизводства а япония это тот пример когда под вроде бы внешним протекторатом американцы скажем по правилам те которые задали американцы знаешь лидерство америки в мире не в том что у них много военных баз как говорит вот этот великий вот этот вот джидаист чекист он же педофил а владимир кузь а в том что америка сумела сделать свою конституцию которая практически не менялась но она вообще не менялась вот они тоже прошли гражданскую войну север и юг все это знают и и на самом деле конечно по большому счету то что сделали с местными там населением с индейцами не обучали алгебре понимаешь геометру но это догнали в мексику однако сейчас они подают в суд за это вы же слышали об этом ну и очень хорошо живут значит на всей планете я думаю что вовсе кстати к наша галактика называть наши тут нет это мы просто так я тоже я тебе скажу честно хотя я не знаю может знаю но забыл вопрос задавать очень все знают что наша планета земля все знают что наша звезда солнце наше солнце находится в галактике она спиралевидная плоская мы все должны эту галактику видит с торца и мы ее все видим ночью ясное небо вот то что мы видим в ясное звездное небо ночью через все небо проходит такая штука что это понять двух слов млечный путь как я знал об этом я просто все знают что такое путь но не доходит ну скажем нет вот этой связки что это и есть наша галактика спиралевидная мы находимся как плоской тарелки можно узнать эту тарелку с торца вид наша галактика близким у 400 миллиардов звезд примерно как минимум около 50 около 50 миллионов цивилизаций одна треть из которых чисто математически более развита чем у стараешься у них iphone появился миллионов пять лет не думаешь и вообще нужен такая такая вещь как айфон нет допустим них не айфон появился 5 миллионов лет назад дона на каком уровне развития не да я там это просто так чтобы немножко напряженность привести ну давайте следующая мысль закончилась что касается взаимоотношения украины с россией вне зависимости от того как этот конфликт начался и какие значит силы его поддерживают значит лучшее решение не для украины для россии чтобы россия на определенных условиях и как можно скорее не отстрачивая значит убралась с украины и за какое-то время типа за 15-20 лет выплатила репарации из украины убраться это и из крыма из донбасс да и я еще раз говорю вот этот простой пример вот многие говорят на эти варил что когда россия вернет крым как он не принадлежит россии как можно вернуть то что тебе не принадлежит вот если ты живешь по соседству значит петя с вас есть живут вот так через забор огородами и вася навалил на часть огорода петер гордом на высотой километр то пете не надо задавать неправильный вопрос вася когда ты вернешь мою часть огорода ему надо спрашивать вася когда ты с моего огорода уберешь свое это кстати да это я понимаешь потому что вот этот перехлёст такой идет понимаешь ну потом опять же вот многие говорят так что там это международное право или так слушай любой автолюбитель купил машину допустим тот же петя купил у вас автомобиль договор купли-продажи есть ли деньги уплощены уплощены значит птс есть есть на учет поставим послание все этот автомобиль петель если спустя 23 года вася приходит ты знаешь петя вот я все годы думал особенно сейчас что-то исконно во первых мне его подарила моя во вторых я туда менял 10 раз колеса риски я менял там карбюра вообще это исконная машина поэтому понимаешь петель хотя уже 23 года вроде ты на ней и вроде не было претензий но я все-таки вышибающие с двери я на нее сажусь это моя машина просто было да ну вот это кстати обидно смотреть про тех предателей которые обнимались этими зелеными человечками и так далее согласитесь это да а я скажу это во-первых ответь мне на такую вещь вещь это вписывается в куток голову это влазит что при руковище министр обороны украины имеет гражданство российской федерации и самый главный сбу тоже из был там половина крыс и и гражданство другой страны из был руководитель сбу нормально потом а ладно бы если было бы какое-то европейское это можно было все как-то понять типа я не вот если бы у него было бы американское например гражданство пример министр украины азаров да который тому шире украины 100 который говорил о пиздав но у станет о пиздав но все держат вот но смысл хорошо то что он не умеет говорить по-украински хрен с ним но почему ты до азаров имеешь гражданство российской федерации как 2 паспорт или как 1 это нормально ты думаешь если в америке министр обороны был гражданином например мексико за сколько минут его бы порвали вообще идеально но это не лезет в голову но слушай министр обороны с сша гражданин другого государства даже даже канал или допустим гражданин россии министр обороны сша гражданин россии это в таком анекдоте это может допустим канады даже канады это все равно нонсенс это исключено а уж меня уж и извиняюсь глава службы безопасности глава цру гражданин другого государства это нормально